Добрый день, коллеги. Позвольте передать вам наилучшие пожелания с Волгоградской и Сталинградской земли. Мне бы хотелось остановиться на проблеме загрязнения рек. Эта проблема остро достаточно стоит у нас в регионе. Но вы знаете, что законодательством определены водоохранные зоны. Для наших рек, главных рек, это Волга, Дон, Медведица, Хопер. Ширина их составляет, минимальная ширина составляет 200 метров. Ну и здесь существуют дополнительные ограничения на природопользование. Это прежде всего нельзя пахать, нельзя применять удобрения, ограничено движение автотранспорта и так далее. Нельзя осуществлять индивидуальное строительство. Ну и существуют штрафы, то есть санкции за нарушение режима водоохранных зон. Это 5 тысяч рублей для физического лица, соответственно для должностного лица это 50 тысяч и 300 тысяч для юридического лица. Тем не менее, мы сталкиваемся с тем, что действительно сейчас и мусор выбрасывается, и осуществляется строительство мелких предприятий, складов, а кое-где даже и размещение свалок. И для того, чтобы более жестко противодействовать этим тенденциям, мы предлагаем увеличить размер штрафов за нарушение режима водоохранных зон для физических лиц до 10 тысяч рублей, для должностных лиц до 100, ну и соответственно для юридических лиц до полумиллиона рублей. Мы столкнулись также с достаточно экзотическими явлениями, когда небольшая группа лиц с применением иностранных рабочих берут небольшие участки земли. Это касается прежде всего малых рек. До нуля их вычерпывают с тем, чтобы максимально, ну скажем, паразитируя на земле, применяя запрещенные удобрения, извлекать быструю пользу. Это тоже стало достаточно серьезной проблемой для нашего региона, и здесь мы должны приложить максимальное усилие, чтобы предотвратить вот такие тенденции. Мы также надеемся, что в этом году уровень половодия весной будет таков, что позволит и нам, и астраханцам ощутить полное мере заполнение Волго-Охтубинской поймы. Ну и в конце я попросил бы наших коллег продемонстрировать ролик, который называется «Тайны еландского маслосыркомбината». Мы работали вместе с нашими коллегами из Федерального центра мониторинга защиты леса, и здесь видно, как воздействуют промышленные предприятия, его отбросы, его отходы на водоемы нашего региона. Еландский маслосырокомбинат – один из крупнейших производителей сыров и масла в России. Он расположен на границе Волгоградской и Саратовской областей. Комбинат работает более 50 лет. Как вы думаете, что происходит с отходами производства этого предприятия и каковы их объемы? Оказывается, они просто сливаются в соседние пруды-отстойники, в которых вода приобретает неестественный цвет, а все в округе подвергается заражению. Весной 2016 года случился сильный паводок. И тонны зловонной отравленной жидкости устремились в сторону населенного пункта, нанеся огромный экологический ущерб территории вокруг села Большой Морец. Вся площадь заражения превысила 12 тысяч гектаров, что сравнимо с одной десятой частью Москвы в пределах МКАД. Зловонная жидкость попала в окружающие водоемы, служащие источниками питьевой воды для населения. В руководстве комбината никто не скрывает, что у них даже нет договора на слив отходов в эти пруды-накопители. Просто у предприятия, являющегося в России одним из крупнейших по производству масла и сыра, нет лишних денег на создание экологически безопасных схем по утилизации отходов. И при этом предприятие взяло кредит на новое оборудование и нарастило выпуск продукции в три раза. Масло-сыра комбинат считает, что их проще сливать в пруды, как это было несколько десятилетий назад. По поводу грубейшего нарушения экологических норм со стороны Яландского комбината, ОНФ обратился в прокуратуру Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Уже сейчас, после нашего обращения, руководство комбината было привлечено к ответственности. Активно идет судебный процесс по этому делу. Мы считаем, что закон един для всех. Как для маленьких предприятий, так и для ведущих комбинатов страны. Продолжение следует...